Приветствую всех на Allstate Online. Сразу хочу сказать, это видеозапись, поэтому в любом случае комментарии ваши, вопросы в сообщениях я буду смотреть в течение суток. Обязательно постараюсь ответить, кто напишет позже, там уже по мере свободного времени. Итак, начнем с событий, которые ждут нас на следующей неделе. Их не так много, но есть очень важные события, которые стоит учитывать. Итак, 29 июня у нас будет индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости от США, незначительный отчет. Вот 30 июня интереснее будет индекс деловой активности Китая, это раз. Ожидается, что на уровне осталась их активность в производственном секторе. Потом отчитывается за первый квартал Британия в 9.00, как раз за час до открытия Московской биржи, ВВП Канады 15.30, ну это за месяц, и индекс доверия потребителей по США, это в 17.00. Среда, 1 июля, выходной день, Канада, Российская Федерация, не торговый день. Это поставьте напоминание, если вы планируете свою торговлю, не ежедневно торгуете, а по мере возможности свободного времени, то в среду можно не спешить к торговому терминалу. Далее будут отчеты Японии, Китая, Германии, Британии по индексу деловой активности в производственном секторе и настроения крупных непроизводственных компаний, это по Японии. Значит, США отчитывается 1 июля, число занятых в нескольких хозяйственном секторе, запасы иронии нефти и будут публикации протоколов фондов. Это не процентные ставки, просто будет публикация протоколов, их можно будет изучить, если вы неплохо знаете английский. Значит, в четверг у нас также будет по США отчетам, опять же, число занятых в нескольких хозяйственном секторе и первичные заявки на получение пособия по безработице. С учетом коронавируса, пандемии, в принципе, этот показатель сейчас очень легко, волатильно достаточно, они отчитываются, но это очень важный фундаментальный показатель состояния экономики. Чем больше безработных, тем больше компаний просто стоит, банкрот или же их просто заменили в беспощадные роботы, автоматизация. Важный момент, в США в пятницу 3 июля день независимости, обычно не 4 июля отмечают, но в целом выходной день на бирже будет в пятницу, поэтому по США в пятницу можно, ну вообще зарубежка будет отсутствовать, поэтому можно будет уже сделать, если выходной. Значит, остальные отчеты постольку поскольку, там не особо значительны. Итак, по обновлениям платформы Wolfix, Wolfix Mobile, кто пользуется мобильным приложением iOS и Android, добавлено на странице настройки графиков. Рекомендую изучить и в целом очень выручает, особенно пуш-уведомления о разных алертах, незаменимая вещь, когда ты не находишься возле терминала, то есть где-то отошел или уже в пути. Значит, также новая альфа-версия платформы Wolfix для macOS, подчеркиваю, Windows и Linux. Пока только для тестирования. Тестируются, поэтому, если вам интересно, как это все будет на macOS, Linux и на Windows новой альфа-версии, можете протестировать, скачать. Ну, остальные обновления вы уже знаете. Еще в двух словах немножко пробежимся по рейтингу за июньский контракт. Сейчас перед вами рейтинг Фордс. Порядком 77 трейдеров не побоялось принять участие в публичной торговле. Их сделки видно, то есть вы кликаете в рейтинге на любого трейдера и непосредственно, прямо на графике будет видно его сделки. Значит, здесь вы можете увидеть Total P&L, P&L в процентном соотношении, потом закрытые позиции, сколько в плюс позиции, сколько в убытке. И также, выставив на трейдера, выделив его, вы можете посмотреть Performance Report. Ну, то есть Cross Profit, Max Dreaddown в процентном соотношении, Data Max Dreaddown, посмотреть, что там произошло. Профифактор также, ну, все полезные стат-данные по, это полезно тем трейдерам, которые, возможно, не знали про эти функции, и те, кто интересуется, там, каким-то управлением, доверителем, либо же инвестированием. Ну, это уже будет лично с каждым трейдером, каждый инвестор общаться. Это по Фордс, порядком, ну, сколько у нас получается, около 16 дошли до финиша из всего списка, их было немного, 77, то есть, ну, все равно процент достаточно неплохой. Так, потом посмотрим сейчас IMEX. Здесь у нас побольше будет, ребят, 212, до финиша добежали порядком 70, 72 трейдеров. Выделить, я даже на 3,4, Night Flyer. Вот я бы выделил, по делу есть сделки Night Flyer, потом, не было времени просмотреть всех детально. Вот тот, кто попадался на многих биржах, просто его трейды есть, и есть достаточно очень качественные сделки. Рекомендую присмотреться, посмотреть его торговлю. Так, значит, Фордс мы посмотрели, Еврекс. Я выделяю биржи, на которых больше трейдеров торгуют, то есть, есть активность и... А, вот этот Night Flyer уже на Еврекс. 20 сделок, 9 плюс, 11 убыточные, но все равно зашел до финиша первым. Второй его аккаунт, одна сделка и тоже неплохо, в яблочках, как говорится. Я больше озвучиваю трейдеров, у которых есть ник, те трейдеры, которые не регистрировались, ну, с ником, то есть, не заполняли анкету, следственно, не отображаются по аккаунту. Шева, Сева, да, вернее, 6 сделок, 3 плюс, ну, есть ребята, и, причем, если вы обратите внимание, очень много тех, кто немного сделок открывает. То есть, 27 сделок за весь период, с начала весны по середину, а, да, да, в середину июню, 3 месяца. 3 месяца, 27 сделок, это абсолютно немного. Так, это был Еврекс, значит, у нас еще идет... Давайте посмотрим по крипте, там есть ребята, их всего 18 первопроходцев крипторынков. И, опять же, Nightflyer, 6 сделок, 3 плюс, 3 минус, все равно дошел как-то до зеленой зоны. Так, дальше идем. Комикс, здесь уже побольше, ребят, по большей степени золото. Порядком 173, и дошли до финиша, я беру тех, кого хоть какой-то есть плюс. Ну, вот, на 70 отметке, AlmRus, Rock'n'Roller, Pavlet, Anar, Kana, NQ, Trader. Одна сделка, Happy, Serge, 4 сделки. L-Bank тоже завсегдатый, Рос, впервые вижу. Так, отличная девушка, L-Kalwan. Хорошо, ну, она золото отлично знает. Сёрфер в Максде, ну, много известных мне ребят, которые достаточно неплохо торгуют. Сёрфер что-то заскальпил очень сильно. Так, 475 сделок у кого-то даже есть. Это был комикс. То есть, ну, в принципе, пока статистика радует. То есть, люди качественно не торгуют. Нет такого жесткого процентного. 95% теряют. Те, кто идёт к своей цели, добиваются рано или поздно результат вида. Так, Play Market, MaxD, Maximus, Nightflyer, две позиции, 10-е, опять же, 11-е. Прямо по всему рынку прошёлся. Балк, как-то уж тихо провёл этот весенний период. Вот одна сделка всего лишь. Desire сейчас учится на курсе. И уже, видите, 21-е место неплохо. Курман, знаем таких. Привет, если смотришь обзор. Ну, в общем, обязательно посмотрите, чтобы попасть в этот рейтинг. Ну, как его активировать. Вы заходите в Компоненты, выбираете социальную вкладку и Trader Statistics. Там вы выбираете либо по бирже сортировку, либо же выбираете даты и конкретный тикер. Указываете контракт. Ну, а мы начнём. Значит, это страница Wall Street Online на сайте Wallfix. Здесь вы можете посмотреть последний обзор, если вы, к примеру, не попали, не знаете, где записи размещаются на YouTube-канале. И здесь они автоматически подгружаются непосредственно с YouTube-канала. Начнём с CL. Так, CL. Вторую неделю идёт августский контракт. Вышли на обороты. Был пиковый 430 тонны. Значит, исходя из событий, которые будут на следующей неделе, хочу отметить такой момент. Мало кто смотрит раздел календарь праздников. И если я не ошибаюсь, то на следующей неделе... Так, на следующей неделе сейчас... Да, вот, следующей неделе все страны. Ну, день независимости по США. И, кажется, наверное, через неделю. Сейчас я посмотрю точно. Ну, вот, в исламских странах будет праздник. Сейчас даже где-то специально читал про него. Потому что там прям... Там, в арабских странах около двух недель у них праздник идёт. В Турции 8 дней, где-то 3 дня. Ну, в общем, много стран, которые занимаются именно добычей нефти и газа из недр земли, у них будет буквально вот в начале июня, или уже начался этот праздник. Точно дату не могу сказать, но вот совсем скоро. Вот, значит, идём дальше. Значит, у нас CL. По ближайшим процентным ставкам... Ну, в принципе, совсем недавно были процентные ставки по основным банкам. И ударный день был 24-го числа. Опять же, так как День независимости на носу по США, они стараются перед таким праздником особо не глушить фондовый рынок, не набрасываться. И вполне может S&P недельку следующую, скрипя зубами, либо же позитивно, но топать наверх. Ну, жёстко гасить фондовый рынок перед Днём независимости вряд ли будут. Ну, обычно это не делают. То есть, перед Новым годом, ну, там, в принципе, фундаментально объяснима эта вся ситуация. Ну, и плюс День независимости тоже огромный праздник. США его отмещают, и там задействуются все компании. То есть, фундаментально многие компании начинают получать прибыль и подготовка, и организации всё вместе. Потребительский кэш из кармашки попадает в банковскую... Ну, то есть, в компании, потом уже, соответственно, акции немножко растут. То есть, увеличивается прибыль, выручка. Так, 24 числа было 433 тонны. По открытому интересу у нас ровно, без особого вливания. Поэтому, вы видите, этот флэт двухдневный, он действительно без особого движения. То есть, не было ни фиксаций мощных, ни открытий позиций. То есть, начали 314-ка на пике, потом, естественно, любой бы здесь зафиксировал на 41-ой отметке. И немножко подрухнули, тут фиксации пошли, видимо. И пока в ожидании. В ожидании, в принципе, практически весь июль будет без особо таких прям кардинальных моментов, событий. Намечаются выборы Белоруссии. 13 сентября в Российской Федерации будет день, общий день всех выборов. И 3 ноября, напомню, в США выборы президента. Важный момент, что фондовые рынки могут очень сильно отреагировать на это событие. Так, по открытому интересу у нас нейтралитет. В принципе, фиксация, она себя отыграла 24-го числа. И смотрим по дельте. Здесь все идет по плану. Покупали, начали фиксировать. И 25-го числа немножко были даже активные байеры. Сейчас пока 4700. Я думаю, это перед выходными фиксация. И ядро текущего контракта у нас формируется на 37. Даже на 38, на 38,5. Возьмем ровненько. Вот он. И обратите внимание, что ядро практически в все дни, которые попадали здесь, явно преобладает активность байеров. Коридор как раз полядра, даже чуть больше, занимает агрессор на покупку. И в целом здесь 39,2 по 38,2 все на байерах осталось. Здесь выносили байерам 100 пики. Поэтому эти уровни как активные, либо же вспомогательные не стоит брать. А вот 39,5 по 40 и даже чуть выше, это вот по этой активности, я смотрю, это уровень сопротивления на ближайшее время. То есть он, в принципе, может себя проявить, так как важную отметку должны пройти. Это сейчас июль, разгар лета, с чем вас и поздравляем. Наконец-то мы его видим в полной красе. Так, это ядро 38,38,5 по, сейчас секундочку, мы... ВВП сделаем так, как и должно быть. Две недели идет контракт и мы, соответственно, введем. ВВП у нас идет возле 39 отметки. Пока мы находимся ниже, это, в принципе, оптимально для закупки ниже средневзвешенной по объему. И уровни, которые очень объемно торговали вот на этом недельном участке, это около 40,5. Тут же как раз идет уровень сопротивления и вот такая локация на сопротивление по 40,75. В целом, ставим алерты, ценовые алерты на 39 с копейками. Тут мы будем ждать их пробития максимума, вот именно четверга. И ставим алерт на 37,1. Это вот оптимальные алерты, то есть расширение четверга. Пятица, как видите, не прошла верхнюю отметку четверга. И, соответственно, кто начнет выталкивать цену за этот коридор, уже будет понятно по алертам, у кого больше интерес. Но сам факт то, что здесь три дня простояли, причем на байрах. Тут 10 тонн была, пиковая дельта. И здесь же остановились в этом коридоре, то есть не ушли ниже 37 и болтается в районе 38-39 второй массив. Ну, поэтому и получился уровень ядра около 38, плюс-минус это стоит учитывать. То есть, будут атаковать минимум четверга. Опять же, следите за тем, чтобы это не было манипулятивное просто снятие с топорей у тех, кто покупал в четверг 6 тонн. И пробитие на максимум в пятнице должен идти на хорошем объеме. А тут объемы, как видите, в пятницу не очень. Как бы 430 пиковая, 370 тоже неплохая была активность в четверг. Ну и около 270-290 в среднем. То есть, ну, чуть-чуть еще до завершения сессии как раз дойдут. Так, по просьбам в комментариях BR посмотреть непосредственно, не забывать еще этот напор, с которыми торгуются. По ликвидности у нас, получается, были 3 миллиона 200 тонн 25 числа вчера. Причем как раз вот там, где CL четверг отстоялся после снижения. Здесь набросились ликвидно. И дельта была даже небольшая на покупку. Тут было аж 8 тонн. Из всего объема это просто копейки. 62 тонны сейчас. То есть, нефтетрейдеры на бирже Форц явно планируют шортить, судя по всему. Но сам факт того, что вот нисходящая динамика была с дельтой на покупку, прям очень сильно настораживает. По открытому интересу у нас идет снижение постепенное. Ну, тоже 3 дня без особого оттока. Единственное, что вот 23-го было миллион 660. И уже к пятнице миллион 606. То есть, в принципе, бывали посильнее скачки, как бы, на этом контракте даже. По дельте, там где было снижение открытого интереса, у нас идет, особенно в пятницу, снижение идет. Вот, почти под 40 тонн. Это дельта на шорт. Видимо, кто-то в покупках стоял, он выходит. Либо же даже пробует заходить. Значит, 46 тонн. Это было 23-го. И 19-го у нас получается 14 тонн. То есть, ядро на бирже идет 40-25. 41,2. Ну, явно июль будет не самый востребованный месяц по тючетам контрактов на нефть. Вот уже ближе к сентябрю, в сентябре, когда начнется оптовая закупка энергоносителями, ресурсами, в общем, газом, перед зимним периодом начнут оформлять контракты, договора. И, соответственно, там уже будет для тех, кто добывает нефть, важный момент, какая будет на тот момент цена на эту, собственно, нефть. Поэтому они постараются ее сделать чуть выше, чтобы контракты подписывать с подставкой по цене хорошей. Чем выше цена, тем больше заработать нефть компания. Помните это. Значит, ядро на форсберг, который торгует 40-25, 41,3. Здесь тоже достаточно большой плотный коридор возле 41-й. Оставили байеры за собой след. И по дельте пока мы увидим с вами... Так, давайте посмотрим, что там происходит на срезе агрессоров. Ну, здесь явно пятница лидирует целлерой, даже без общего параметра. Количество цен, которые они создали крен. 70% коридора за целлерами. Но котировочка болтается сейчас у середины пятницы, что очень также настораживает. Так, обратите внимание на плотность покупок 16-го, 17-го, 18-го. Вот это и есть как бы плотность байеров, которая у них сейчас по контракту осталась в этом диапазоне. Нет, почему-то VWP мы сейчас добавим. VWP 40-го, отметка пока в рамках, ну, в пределах допустимой коррекции идет относительно VWP. И за счет того, что в последний период было вот 3 сессии, даже можно сказать 6 сессий на рост, вот, начиная с этой, с 15-го по 22-е, ну, без учета вот этой пидстопа. То есть они во флете простояли 2 дня и рванули, поставили в пидстопе, снова 3 дня рванули. Сейчас вот идет коррекция, вполне ожидаемая, и вот этот пидстоп как раз они снова могут затарить. Посмотрим как-то, чем это все закончится. Если не ошибаюсь, 18-го июня, я могу ошибаться, но это так было указано в источнике, причем источнику можно доверять. Там идет, в источник собирает все события важные на планете, то есть и по датам их сортируют. И я прочитал там 18-го июня, Трамп объявил, что в Америке больше не будет никаких военных операций, вторжения в другие страны совершать. И, ну, я должен это как-то прокомментировать, потому что это, видимо, протестировали пандемию с коронавирусом. Понятно, что уже можно оружие не создавать, уже создано оружие, которое... Так, нет, 13-го июня Трамп заявил о прекращении вмешательства США в военные конфликты других стран. Судя по всему, это было на достаточно официальном уровне. Не слухи, не твиттер, а что-то очень важное. Я пропустил этот момент почему-то. Вот. И вот интересный случай. Значит, президент Беларуси 3-го июня Александр Лукашенко отправил правительство в отставку, а 9-го августа президентский выбор в Беларуси. То есть, позаботился, судя по всему. Я ничего против него не имею, но интересно так совпадают события. В общем, вот такая ситуация на Биерф. Как вы видите, по дельте 63 тонны в пятницу. Выходят, на всякий случай, я так понимаю. Ну, следующая неделя явно будет такая достаточно лайтовая, без особого агрессивного событий, без событий таких прям сильно волатильных. Там вроде Трампа Китая нашли какой-то язык общий, и это может улучшить ситуацию между этими странами. Ну, и, собственно, во всей огромной экономике планеты. Индекс доллара стоит в коридорчике, ждут, ждут что-то важное. И это прям видно. То есть, тут 4 сессии в одном коридоре подряд, причем здесь 2 из 5. И пока вот у нас идет 25 число 16 тонн. Пик был 21-го. По открытому интересу набирали позиции с 19 числа по 24-е. Теперь давайте посмотрим, какая там в основном итоговая дельта. 54 тонны всего за этот период. Дельта 417, кажется, контрактов на продажу. Ну, 55 тонн оборот и всего лишь 400 контрактов на продажу. Это, ну, 0. То есть, это процентность, я вам покажу процентном соотношении дельту, без учета вот этого 21-го числа. 3, 7, 5, 24. То есть, это очень мало. Я вам могу показать, наверное, в же индексе доллара. В разы интереснее агрессоры. 20, 2, 15, 18. Ну, это просто контракт. Сейчас мы включим склейку. Так, и тут у нас... 44%, ну, это 3, 8, 3, 6, 8, и даже было 10. То есть, вот этот дисбаланс абсолютно нулевой фактически. Ну, единственное 7,5. Вот эта сессия основная сейчас в этом торговом дне. И 8,3, подчеркиваю, на покупку 24-го числа. То есть, достаточно сопоставимо с 22-м числом. То есть, почти равновесие. Но, если вы очень внимательны, вы уже могли бы заметить, или если вы торгуете индекс доллара, 11-го числа было тоже 84%. Тут 8,3. И, что самое интересное, это практически поднимать тем же ценам. Ну, половина коридора вот этой сессии была непосредственно в этом же коридоре. Диапазон цен очень совпадает. 96, 25, 96 явно пытаются поддерживать. Давайте выделим этот уровень. Индекс доллара по текущему контракту. Давайте сейчас его просчитаем непосредственно чисто по этому контракту. Он идет вроде 97 с копейками. Самая ликвидная цена у нас получается 10 и 12 по 12 тонн. И вот посередке почти 11 тысяч контрактов. Дельта там штука 100. Значит, 25 число. Нейтралитет по дельте, хоть они вроде бы и росли. То есть, рост был на 8 процентов. Тут как бы все сходится. А вот по четвергу нейтральная ситуация. То есть, они в принципе борьба байеров, селлеров. Ну, ликвидность там 16 тонн всего лишь. Ну, не всего лишь. Это нормальный оборот. Вот такая расстановка сил. По ликвидности здесь проскакивает на 100 контрактов перевес на каких-то уровнях. То есть, ну, вот, допустим, на этом 23 числа здесь 800 против штуки. Для индекса доллара это очень много. 400 в 600. То есть, есть там по 200 и 300 контрактов перевес можно встретить. Здесь по 100, а тут прям совсем. Есть одна цена, это 1800 против полторушки. на стороне селлеров победа. В общем, рынки ждут катализатор и будем ждать следующей недели. Возможно, еще один. Ну, то, что на летних контрактах сентябрьские часто можно встретить такие боковые затяжные движения. Это как раз середина лета, июль, отпуска. Люди тоже люди. Вернее, трейдеры тоже люди. вполне нормально, что тут мы наблюдаем такую активность с вами. На многих рынках золото. Забыл рубль. Совсем забыл про рубль. После Берна надо было его посмотреть. Итак, склейку контрактов мы отключаем и по чистому текущему контракту смотрим активность. уровень 70 явно. сейчас подгрузится китировочка. Пока грузится для того, чтобы не пропустить записи Wall Street Online. Зачастую мы проводим их онлайн, но сегодня нужно провести их в записи, разместить. Если вы не смогли попасть на обзор, либо же не подписаны на YouTube канал, рекомендую подписаться. Вы просто сможете потом запись быстро на своем email. Уведомление придет о том, что есть новое видео на этом канале. И Wall Street Online вы сможете в записи посмотреть в хорошем качестве. И вот такая ситуация на рубле. То есть уровень 70 прямо как заколдованные остановились. Тоже ждут события очень каталитические 70-70-450. Как видите, по открытому интересу 3 дня идут на прирост позиции. Особенно 26 число. Обратите внимание, по ликвидности пиковое значение было 18-го. Само собой это начался контракт. И второе по значимости 2-3. 2,5 миллиона на 2,3 оборот. Сегодня чуть меньше двух. Самая неликвидная сессия на этой недельке была у нас миллион 600. Она была в среду. Смотрим по дельте. Последние два дня там, где идет сильный прирост позиции, идут байеры. Как видите, котировка пятницы и четверга. Особенно диапазон этого коридора он весь на байерах. 70 250 70 тысяч. Ой, 70 тысяч. 73 0. Господи. Вот этот диапазон возьмите на заметку. Если понедельник, вторник не будут байеры пускать ниже этого диапазона, вот именно этого, вполне можем увидеть динамику к 71, может 72 посмотрим. То есть у нас есть такая вот 750 ну официальный макс получается 70 350. Но так как ликвидность пошла на хороших оборотах уже только 18 числа, то есть соответственно 70 750 это у нас как бы тактический хай текущего контракта сентябрьского. а лоу 69 200. Но все бы ничего нужно обязательно посмотреть томик поставочка tomorrow и тут самый пик у нас по ликвидности 68 8 так здесь прошу заметить 68 с половиной 68 40 68 и 3 неоднократно были байеры именно в этих диапазонах особенно этот уровень он еще из июня но протестили вот буквально коснулись тут 68 85 ядро ликвидности за вот этот период где была поддержка на самых лаях вот сформировал как раз 68 85 68 65 копеек в этот момент стоит учесть соответственно по текущему неделе ликвидность самой топовой 25 числа 3 миллиона оборот и самый минимальный вот недель было 2 миллиона неплохо принципе по дельте последние два дня идут байера 215 115 и 115 заметно диапазон плотный такой дельта активности на покупку это 69 1 69 30 особенно обратите внимание на очень мощный дельту по 35 копеек 69 35 156 тонн здесь 122 175 и так далее то есть очень очень агрессивно работают еще с начала июня по этому диапазону уже 4 сессии и как только цена туда приходит сразу начинают атаковать байеры возьмите на заметку очень как-то лихо они за 3 дня ушли до 70 отметки и судя по всему пока еще останавливаться не будут по крайней мере точно стоит отслеживать диапазон поддержки 68 35 69 1 если будут удерживать соответственно есть шансы что мы пойдем до 71 дальше идем золото по золоту идет постоянный прирост позиции начиная с 19 июня вот как расширили коридор за 17 50 соответственно 3 дня шли на рост потом пидстоп снова расширили уже под 26 числа да вот пошли расширять четверг перед этим предварительно сняли стопики очень очень похуд ну в их как бы духе они вот видите здесь то же самое перед тем как уходить они сессию вынесли по стопорям и потом только ушли на пятидневный рост вот то же самое здесь сессия вынесли конкретно по стопорям протестили еще раз уровень поддержки который здесь прям бросается в глаза это в районе 17 55 17 56 в этот уровень возьмите на заметочку по дельте ну одна из высоких дельт 76 374 это было 23 и 26 сегодня 376 кайт по открытому интересу а дельта составляет 3 500 и 2 с половиной 23 числа то здесь они взаимокомпенсируемые начали разворачивать на 200 контрактов перевес и все равно уже создали и сегодня 3,5 и цена на пике то есть вот на потолке они полностью вынесли четверг по стопорям и соответственно рубутся к макс то есть 1800 я думаю в ближайшее время можем увидеть так уровень 17 25 по 17 45 ядро вот за период контракта август с поставкой так и остается за ними вот 2 процента перевес сегодня как видите выше 3 процентов на золоте крайне редко бывает так что потенциально могут дальше толкнуть обращайте внимание на вот объемы поддержки четверга вернее четверга пятница вот сегодняшние они будут наиболее актуальны и более значимы так как то что разместили пятницу мы постараемся защищать либо же как-то это фиксировать в понедельник то есть будут активны и так это было золото биток давайте быстро биток посмотрим времени совсем мало открытый интерес прям беспощадный рвут набирают набирают особенно на этой неделе был прирост очень сильный по дельте обратите внимание что вот этот не важно падает биток не падает растет вся неделя на покупках набирают позиции на покупку видимо перестраховываются перед неопределенным таком периодом летом и криптовалюты затарятся на всякий случай либо начнется какая-то уже целенаправленная акция по внедрению криптовалют в бытовой обиход людей пока кого не спрашиваю пока мало кто пользуется именно как деньгами то есть вот криптой но как инструмент всем интересен все хотят быть в тренде и на пике вот этой золотой лихорадки криптой лихорадки наверное может быть в любом случае будущее когда-то да наступит надеюсь мы его встретим увидим это был биток в общем здесь уже я думаю вам комментировать больше нечего тут вся неделя на покупках то есть даже подешеве подешевел купили причем покупки даже выросли 1200 интерес пиковое значение по оборотам самый оборотистый был у нас четверг среда 24 число и по срезу селл байя агрессоров видите байеры вот плотненько это это явное явное проявление покупателей вот плотность очень плотный коридор а у селлеров там совсем незначительные точечные выбросы вот самое активное были четверо пятница вот эти два диапазона стоит учесть как поддержки то есть если вытолкнуть за 94.40 соответственно эти байеры начинают раскачивать цену и постараются выйти как можно выше то есть ну я думаю цель минимум десяточка будет а то может и выше они сбрасывают все вот эти двухнедельные простои которые были недавно и тогда за 94.40 будет как раз оптимально по триггеру наблюдать их активность Роснефть попросили также немного акций посмотреть ну здесь как по мне более актуальна вот ситуация с тем гэпом который был на Роснефть он немножко отработался как раз 19 числа и как видите пока идут в боковике причем объемы обороты упали конкретно вот очень сильно упали то есть оставили в покое эту акцию ждут какого-то триггера события и вот здесь такой опасный маневр но пока не надавили сильно но пятница так и не вышла за коридор четверга по дельте что по ликвидности упал интерес к этой акции что по дельте по агрессорам 19 числа последняя такая была атака селеров вот три дня после резкого удешевения вот этот уровень тарили но его буквально так и не пытались даже расширять буквально сняли стопики видимо еще снимают тестируют терпение у инвесторов самое главное поставить алерт вот на 360 я думаю что те кто там начинали покупать еще раньше то есть где-то 15 числа постараются не допустить и плюс обратить внимание что любые вот эти коррекционные тестовые активности заканчиваются на 360 365 вот здесь неоднократно встречают этот уровень после очень мощного давления байеров повторно уже раз в третий наверное они на 60 и 62 тормозят эту акцию ну и собственно пятница даже попыталась расширить коридор четверга что очень интересно соответственно все внимание на этот коридор 72 75 и на поддержку четвергой пятницы если выталкивают цену за диапазон этого массива то у нас есть все предпосылки на то что те кому нужно было подешевле затарились и вот это было не что иное как в инстополе в случае если не смогут вот этот диапазон пройти то есть тут понедельник начнет показывать себя не очень с хорошей стороны вторник пойдет расширять 62 ну соответственно покупать точно пока не стоит BWP болтается вот с 23.03 у нас идет в районе 340 то есть еще могут быть коррекции но сам факт то что уже четвертый раз 62 тормозят это стоит внимания так давайте сейчас еще посмотрим у нас 3 2 3 4 4 5 Для тех, кто обучает, изучает объемный анализ в разделе видеотека, рекомендую также на YouTube-канале Wolfix. Есть плейлисты с полезными вебинарами, с инструкцией, как пользоваться платформой Wolfix. Там они более новые и изучать лучше более обширной картины и больше записей. То есть на сайте не так часто обновляется этот раздел, поэтому лучше сразу переходить на плейлисты YouTube-канала Wolfix. Итак, плита, которая явно за квартал отличилась, это 190-185. Расширение пошло достаточно смелое, то есть тут практически вот как рванули 20 числа и остановились 2 миллиона 377 тонн дисбаланс и две недельки хорошенького движения до 220, 221 даже. И потом пошли просто монотонно сбрасывать, судя по всему. Были попытки покупок, вот неудачные, правда, 507к после этого простоя. Ну, в целом нужно рассматривать в качестве сетки уровней на Сбере весь этот диапазон. Вот. И основные объемы прошли как раз в районе двухсотки по 205. Это вот ядро вот этих байеров, которые толкнули наверх цену. И, как видите, пока висят на этом диапазоне две или три недели и не уходят ниже. То есть, пока они будут в этом коридоре оставаться, это хороший знак то, что байеры пока не пускают. То есть, идет контроль, они вот эти объемы, которые особенно 28 числа разместили, вот сейчас пока удерживают. То есть, это вот ну, то есть, это самое плотное ядро, более расширенное, то есть, вместе с учетом 197 с половиной и по 200, сейчас скажу точно, вот 207 еще. Очень мощно. Здесь огромнейшая дельта на шорт. Вот это вот сопротивление точно стоит взять. миллион набежало по 207. Это вот за этот период, если просуммировать все активности, 300к, вот здесь миллион семьсот выбросили против 400. Представляете, миллион семьсот тонн против четырехсот четырехсот четырехк. Просто армагеддонный дисбаланс. Неподъемный. Вот. Поэтому здесь 207 прям напрашивается на сопротивление. Уровень стоит взять на заметочку. Так, потом еще 206 половина отличились 206,6. Ну, по поддержкам это вот эта цена. 204 618 тонн. Это вот из таких прям увесистых 204,3. Здесь коридор плотный. 250к 202,5 и 102к 203. То есть, это вот я сейчас поддержки выделяю. 205 и 204,9. Саппорт 160 тонн. И пошли еще до 204,6. 109к. Это ближайшие, которые вот этого уровня. И непосредственно пока, в принципе, в рамках еще терпимой. Диапазон вполне еще удерживают основного размещения. По событиям, которые были выше 214, вот эти вот полнедели там явно сбросили немножко. Это 215, 216,5. Здесь самые плотные торги были по этой цене. И, соответственно, если будут все-таки разворачивать, то есть, покупать Сбер, почему бы его не купить? Чем дешевле, тем интереснее. И вот я вам хочу предоставить статистику. 131 миллион оборот. И из них 11 миллионов дельта. Вот этого всего движения. 131 миллион всего оборот. И 11 миллионов дисбаланс на покупку. Так что вот так вот, ребята. А сравним-ка мы вот это событие сейчас до текущего. 30 миллионов оборот. Тут 130, а здесь 30. Здесь 5 миллионов дельта на шорт. Ну, дисбаланс, как дисбаланс, тут сильнее процентный перевес. Но в количественном значении 11 миллионов против 5 еще есть запасы у байеров. То есть, соответственно, из 11 миллионов зафиксировали 5. Остается у нас там минимум 6 лямов. Так точно. Вот. Ну, в общем, за этот период прям как-то так равномерно, линейно это все у нее гасили. Здесь точечно по 2 дня. Тут 2 миллиона. Тут 2. Тут 2. 600. И 2 миллиона 300. И 1 миллион 900. Это вот по самым верхним сессиям. Итак, это был Сберг, в общем-то. Ну, и S&P. И S&P напоследок, вкратце, здесь опять же подчеркну момент того, что Трамп начал как бы добреть, заявил, что уже США вторгаться не будет. Мне нравится это заявление. То есть, достаточно так как-то не сильно заметно прошел официальное заявление лидера государства, которое всю свою историю куда-то вторгалась во всех возможных конфликтах военных, принимало участие в своей невидимой манипуляции. И вот 13 июня Трамп, получается, официально объявил на всю планету, что они везде действительно вмешивались. Хотя, когда происходят какие-то заварушки, нет, мы там ни при чем. Мы как бы там рядом проплывали на авианосце с ядерным двигателем. Там или подводной лодкой зацепили кого-нибудь. То есть, военных конфликтах других стран. То есть, официально заявляет лидер страны, что вот мы всегда все это делали. И здесь меня больше расстраивает, что, скорее всего, придумали какое-то другое оружие. Это, видимо, этот вирус или вообще влияние на страны такими биологическими оружиями. И уже не нужно вмешиваться и создавать военные конфликты. Плюс интернет-сеть каждой страны уже настолько плотная и сильно контролируется крупными странами, сканируется и, ну, диджитализация, все дальше и дальше. Так, 13 июня, Трамп. Ну, в общем, такая активность. 18 июня разблокируют менеджер, вернее, разблокировали Telegram. Да, вот. Ну, в общем-то, 4 июля в США день независимости. Вот здесь мы видим с вами коррекционный момент. Пиковое значение по ликвидности было 24 числа. Два дня, два ядра. Вот, что очень важно, это на прошлой неделе 4 дня почти в одном коридоре простояли. То есть, ядра каждого дня торговались только именно вот в диапазоне, я сам скажу, 3088 по 3124. Возьмите на заметку плотный коридор. На этой же неделе отличилось 3030 по 3050. Прям как по линеечкам. Это еще больше подтверждает, что этот диапазон целенаправленно проторговали. Вот. По вот этой нисходящей динамике, которая в пятницу, не стоит расценивать вот это как движение на шорт. Торговый день, по сути, не расширил коридор четверга. То есть, это двухдневный флет, по сути. Ну, и фиксации как таковых тоже не обнаружилось. Там 67 и 74, буквально там на 7000 изменился открытый интерес. По ликвидности 1 800 000, 1 200 000 очень слабенько. То есть, это не ударная сессия, не ключевая. Но вот 2 300 000 нужно взять на заметку эту активность. И 1 300 000 вот плотненько, прямо на верхушке этой недели. Они попрощались с уровнем 31 130, вернее 31 30. Набрали позиции и таким достаточно очень быстрым маневром ушли до 30 30. Они периодически любят так делать. Вот. Так что на следующей неделе, перед 4 июля, могут потихонечку, но не показывать особо ухудшения на фондовом рынке. То есть, ну, плюс фундаментально будет активность и потребительская, и бизнес-активность, организация, события, мероприятия и так далее. В общем, если будет рост не выше 31 00, ну, я вам говорил, что перед выборами любой инвестор хороший, даже если он хорошо знает самого человечка под фамилией Трамп, явно зафиксирует час своих вложений в фондовом рынке на всякий случай. Вдруг там что-то не так. Изберут либо они не пройдут, либо затянут. Фондовый рынок очень резко реагирует на выборы. И, ну, даже у них, наверное, нет уверенности, что все будет про план. То есть, тот аппарат, который остается, он остается, значит, их программа тоже остается, и можно дальше держать эти акции. Если бы поменялся президент там одной партии на другую, либо вообще как бы пришел абсолютно, ну, невменяемый человек с какой-то паранойей на военные конфликты, и, соответственно, ну, куда там? Нужно сразу выводить, пока что есть, раньше времени. То есть, это как бы первый день избирания президента, уже можно сделать какие-то выводы по его взглядам и, собственно, вообще как бы его состоянием, намерением. Поэтому вполне ожидаю небольшой, хотя бы небольшой рост. Там не обязательно будут колоссальные пятидневные прям баи. Могут так просто аккуратненько по чуть-чуть расширять каждый день, а там уже посмотрим, как они закроют эту неделю. В общем-то, все. Спасибо за внимание. До встречи на следующем обзоре. Вот Светлый онлайн. До свидания. Пока.